В завершении первого весеннего месяца Северный Арктический Федеральный Университет распахнул свои двери перед абитуриентами. Нынешние студенты вспоминают, как несколько лет назад впервые переступали порог Альма-Матер. Я ездил вместе со своими школьными друзьями. Мы также посещали концерт. Было, в принципе, очень интересно. Но с каждым годом, на мой взгляд, программа изменяется в достаточно лучшую сторону. Я узнал много интересного и, в принципе, не жалею о том, что съездил и сделал правильный выбор. Помочь абитуриентам сделать тот самый правильный выбор, определиться со своей будущей профессией – цель мероприятий Дней открытых дверей, которые прошли в САФУ с 27 по 30 марта. Что вы выбираете? Что вас смущает? Кто не определился? Поднимите руку. С кем можно пообщаться? В ежедневную программу общения с будущими студентами входили встречи в холле главного корпуса и консультации по приему. Презентации институтов университета и их направлений в актовом зале, а также встречи с руководством и педагогами в аудиториях. Механическая технология древесины, как раньше назывался этот факультет. По разным причинам не всем удалось посетить университет в эти дни. Юлия три года назад в роли помощника выбрала интернет. Но, к сожалению, на день открытых дверей я тогда не пошла. Но о специальности узнала через сайт. Используя интернет-пространство, любой желающий может получить интересующую информацию на портале narfu.ru в соответствующем разделе. Крайне любопытные могут посмотреть программы «Кем быть?», адресованные абитуриентом. Сегодня в программе «Кем быть?» Культуролог. Хороший человек. Как учится и где работает. Те, кто уже стали счастливыми обладателями студенческих билетов САФУ, ждут новоиспеченных студентов и дают на путстве бывалых. Прежде всего, я хотел бы пожелать им удачи на экзаменах, чтобы они сделали правильный выбор. Чтобы потом, уже будучи выпускниками, не жалели о том, куда поступили и зачем учились длительное время. Данил Мороз, Петр Меньшиков, Ульяна Денисенко, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.